И, конечно же, кто фанат Beauty Bomb, получите, распишитесь. Бюджетная косметика. Ничего хорошего. Вот чтобы кто ни говорил, любовь любовная. Окей, такая свежая струя. Типа фу-фу-фу. 300 рублей. Надо все это распродавать. А он нет. Беру свои слова обратно. Конечно же, пойдем на разведку магнит-косметика. Друзья, всех рады видеть на своем YouTube-канале. С вами я, Марина Суя, кофеок-чаек. И просто будьте как дома. Кто не терял надежды, этот день настал. Сегодня обзор летней коллекции от Beauty Bomb. И как бы да, многие из вас видели, наверное, спойлеры уже новой осенней коллекции, которая выйдет ориентировочно в продажу в конце августа. От души благодарю всех, кто работает в магнит-косметик и присылает вот такие спойлеры, с которыми я с удовольствием делюсь в своем телеграм-канале. Там очень у нас уютно, комфортно, весело. И я делюсь своими нынешними реалиями, можно так сказать, о своей жизни. И, конечно же, о бьюти и жизнь. Все там. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Буду всем рада. Ну, до летней коллекции мы дойдем. Если так оценивать уже осеннюю коллекцию, то вайп там какой-то летний. Конечно же, пойдем на разведку в магнит-косметик, когда эта коллекция появится на паучках. Но сегодня мы с вами словим макияжный вайп. Я покажу аж целых три макияжа. Да, я отдельно сняла три макияжа. Косметика Beauty Bomb. Ну, и, конечно, смотрите, да, коллекция уже не то, что новая. Когда там я ходила, я сейчас посмотрела, когда был выпуск, похода, в магнит-косметик месяц назад. Почему не было выпуска, можете посмотреть во влоге. Влог оставлю тоже под видео в описании, ссылочку. Кто, кстати, смотрит влоги? Я вот советую вам включить вот так на фоне, если вы что-то делаете, готовите что-то монотонно. И просто кайфануть, слушать. Может, что-то новенькое обо мне узнаете. Ну, и в целом, хорошо проведете время. А лучи добра никто не отменял обмен, ими у нас всегда в каждом видео. Я вам посылаю хорошее настроение, вы поставьте лайк от души и напишите любой комментарий, все просто. По поводу летней коллекции, кто уже купил, либо кто присматривается. Кстати, можно присмотреться, потому что, я думаю, сейчас на них скидки. На эти продукты, на эту коллекцию, потому что уже скоро там осенние подъезжают, надо все это распродавать. И поэтому это видео будет полезно для тех, кто еще не купил ничего, но просто вот ждет скидки, может что-то хочет купить из новой коллекции. И это видео, можно сказать, вдохновение для тех, кто купил эту коллекцию и думает, что еще из этого можно состряпать. Либо кто хочет купить и думает, что из этого можно сделать. Ну и, конечно же, вы узнаете лично мое мнение. То есть, я... Нет. Я видела, конечно, спойлеры, сводчи, но отзывы я не смотрела, потому что, ну, как бы я сама тут с ней, с этой коллекцией плюхалась. И что из этого вышло, вы увидите. Сегодня, кстати, я тоже сделаю быстрый насибильный макияж продуктами Beauty Bomb из новой коллекции. Покажу вот то, что мне вот прям понравилось, чем я пользуюсь повседневно. Собственно, пока буду подготавливать кожу к макияжу, напишите в комментариях, конечно же, то, что покупала из этой коллекции, что понравилось, что нет, какие есть фавориты. Это будет очень полезно для меня и также для других. Полезно будет для других, мне будет интересно, потому что я-то, собственно, уже как бы с этой коллекцией познакомилась. Подготовка кожи, это очень важно, особенно летом, особенно, когда нужно защищаться от ультрафиолета. Но это тоже, знаете, летом мы только мажемся солнцезащитным кремом, но нужно и весной, и осенью, и зимой. Естественно, солнышко летом опаснее, агрессивнее, и это чревато пигментными пятнами и фотостарением. И получается, весной я вас познакомила с корейским брендом Дальба и вот этот солнцезащитный крем. О, боже, это второй мой тюбик, то есть я остатки отдала маме первого тюбика, потому что она свой тюбик тоже там измазала, потому что, ооо, грядочная тема, но кто знает, тот знает. И получается, мы с Виталиком на пару используем второй тюбик и, можно сказать, ну здесь, ну не то, что половинка, ну вот, вот прожмякана. Без этого я сейчас не выхожу на улицу. И вот этот крем как раз подходит и как база под макияж, но самое главное, как уход. И крем хорош не только своей защитой, текстурой, распределением, то есть это, знаете, такое прям, вы наносите, нету белых пятен, полос. Это прям впитывается и хорошо распределяется. Почему мне еще нравится этот крем как уход? Потому что после ощущения напитанности, мягкости, ну и в состав входит витамин Е, масло семян подсолнечника, ниацинамид, экстракт цинтеллы азиатской и экстракт винограда. Сейчас подождите, взболтаю. Кто помнит, я весной вам рассказывала, что я знакомлюсь с продукцией Дальба и первым продуктом это была спрей-сыворотка, который распределяется просто облачком, напитывает, увлажняет. И после я пальчиками так распределяю, сразу кожа становится мягой, даю немножко сыворотке впитаться, но не ощущается жирной пленки, какого-то липкого слоя, все комфортно. Ну а после я уже наношу крем с SPF защитой. SPF защита 50. Напишите в комментариях, кто пробовал этот крем, крем с SPF от бренда Дальба, интересно узнать ваши отзывы. Так, ну и после я распределяю. Вот видите, да, вообще не полосит. Очень комфортное нанесение. Я обычно жду, когда крем немножко усядется и после уже перехожу к макияжу. Наверное, многие меня поймут, когда была дикая жира и она до сих пор, мне кажется, еще продолжается, то просто крем с SPF и то счастье. И напишите в комментариях, краситесь ли вы в дикую жару или нет. Конечно, не могу говорить за всех, но вот по ощущениям, вы когда попробуете этот крем, вы кайфанете. И можете также почитать отзывы на Валверис, кто тоже приобретал, потому что оценка у этого крема вообще конфетка. И почитать отзывы и приобрести этот солнцезащитный крем от Дальба вы сможете по ссылке, которую вы найдете в инфобоксе под видео. Поэтому можно смело поставить на паузу, спуститься вниз, тыкнуть на ссылочку и посмотреть, оценить, познакомиться с продуктом поближе. И хочу вас предупредить, чтобы вы смотрели продавца и покупали только у официального представителя. Начну я с макияжа лица, вместе затонируемся и возьму я крем от Catrice Almat. Кто меня смотрит давно, тот знает, я его пытаюсь закончить и этот крем мне понравился. Зачет! Покрытие такое от легкого до среднего, то есть если понятно распределять спонжем, будет полегче. Если кистью, можно чуть поплотнее. То есть для моей комбинированной кожи это что-то такое-то. Немножко по лайту, но немножко с перекрытием. Консилер я возьму от Eva Mosaic. И кстати, пока я распределяю консилер, вы можете посмотреть первый макияж косметикой Beauty Bomb летней коллекции. Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 все эти комплекты сочетаются между собой, комбинируются. Камни, входящие в композицию этих украшений, это нефрит, оникс, аквамарин, перламутр, цитрин. А металл в серьгах это латунь с родиевым покрытием. Бренд Уна с душой и со вкусом поможет подчеркнуть ваш образ и индивидуальность. И, конечно же, друзья, для вас попросила самую максимальную скидку. Запоминаем, сохраняем и пользуемся. Промокод SUYE даст скидку 30% от первоначальной стоимости изделий. Воспользоваться промокодом очень легко. Делая заказ через группу ВКонтакте, вы не только активируете выгодный промокод, но и также менеджер поможет вам в выборе камней и также с моделью изделий. Ссылку на группу Уна ВКонтакте вы найдете в описании под видео. Советую подписаться, потому что там столько всего красивого. Также ссылку на официальный сайт Уна вы найдете в инфобоксе под видео. Повторюсь, лицо готово. Дальше я хочу оформить брови и перейти к глазам. Оооо, вот тут, конечно, бьюти бомб такие. Анати, а вот продукты для бровей, а вот хотите, распишитесь. Получите, распишитесь. Сейчас, видимо, это очень актуально, потому что в каждом бюджетном бренде уже есть фломастер для бровей. Фломастер для бровей у меня в оттенке 01. Также еще в бьюти бомб выпустили гель с фиксацией для бровей. И он пахнет клубникой. Ну, конечно, ароматизатор тут такой, знаете, как бы мы не нюхаем гели для бровей, но вольно-невольно, если вы так поднесете, пахнет вот чем-то таким из детства, вот клубничным. Я помню, бьюти бомб уже выпускали гель с фиксацией в коллекции Caram Baby хэллоуинская. Но там гель был такой, ну такой, легонький. Это уже что-то посерьезнее. И вообще вот эта комбинация, да, она поселилась в моей косметичке. Я вот тут вам сразу скажу, возьмите, если будет скидка. Фломастер для бровей, вот знаете, я могу сказать, что как-то в бюджетном сегменте нет плохих. Они все рабочие, и бьюти бомб не стал исключением. Я сначала расчесываю бровь, фломастером заполняю пробелы. Опускаю немножко вот здесь вот хвостик, чтобы дорисовать. Все потом уложу, и как раз вот пробелы будут закрашены. И после я уже укладываю прозрачным гелем. Собственно, давайте сравним. Тут я дорисовала немножко волоски, уложила гелем, а это до. В принципе, тоже жить можно, но поинтереснее смотрится вот эта уже бровь. И давайте, пока я укладываю вторую бровь, вы посмотрите третий макияж. Продолжение следует... И получается, что пока я крашу, вторую бровь, первая как раз схватывается, я имею в виду про гель. Понятно, гели для фиксации, они не будут такие супер-пупер железобетонными. То есть, здесь фиксация, ну, такая хорошенькая, средненькая. Собственно, что вышло по стоимости? Ну, я делаю ставки, что маркер для бровей 500 рублей примерно. Ну, средняя цена вот бюджетных брендов, именно такого продукта, где-то примерно 500 рублей. А он нет, беру свои слова обратно. Маркер для бровей 379 рублей. Если я не ошибаюсь, мы все покупали без скидок, то есть, не было скидочного дня. Вот так вот. А гель с фиксацией 249 рублей. Повторю, что это комбо я одобрила. Поэтому, если вы будете в магните и будут скидки, берите. А почему нет? Тут меня устраивает. Ну, знаете, это как все индивидуально. Вот, например, румяная такая. Не, не мой формат, типа, фу-фу-фу там. Ну, просто не мое. Почему вам-то не стоит брать, если вам, например, нравится? Если есть тестер, обязательно посмотрите в магните. Ну, чтобы прищупаться, вот присмотреться. Ну, что ж, переходим к глазам. Вы увидели, конечно, все разнообразие палеток. И, конечно же, услышите мой вердикт, что я думаю о них. И сейчас что-нибудь тоже сделаем. Но я сделаю из тех цветов, которые мне понравились. Он один. Блин, ну это кайф. Это такая завлекушечка. Палетка называется Summer Time. И вот здесь вот такой... Ваааа. Просто хлопьями. Сейчас покажу, секундочку. Он на хорошей базе. То есть я его просто вот так вот пальцем на веко, тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык, прихлопала и держится. Это так красиво. А вообще, в принципе... А давайте сразу выскажусь по поводу палеток. Их три. Пип и поп. Вэри-бэри и Саммертайм. Расцветки тут, конечно, просто в одно, в другое, в третье. Ну, одна, наверное, единственная, которая одной гамме, такой нежнятинской. Это вот Вэри-бэри. Вот здесь, конечно, да. Тут все лайтово и нежно. А дальше идет просто разнообразие цветов и там попади куда хочешь. Саммертайм. Ну, тут вот-вот можно все убрать, не прогадаете. И пип и поп. Вот такая палеточка. То есть понятно, что бюджетные палетки, они не блещут каким-то супер-пупер качеством. Там металлики просто отливают. Нет, это такие, знаете, средние палетки по качеству, я бы так сказала. Этим можно накраситься при великом желании. Что по цене? Давайте сразу. 500, наверное. 589 рублей каждая. Ну, 600 рублей. Это без скидок. Ну, в принципе, терпит. То есть сейчас, да, бюджет он такой плавающий. Для кого, конечно, бюджет, для кого-то не бюджет. Ну, 600 рублей. До тысячи, да, можно считать, что это бюджет. И палеточка пип и поп. Уай. Ну, тут, да, симпатично. Мне, в принципе, понравилось работать с этой палеткой. Ну, что-то из нее выжимать. Я же, да, вот из бюджета тут, вы смотрите, тут все просто. На подложку, на липкую базу, либо еще какую-то там, да, какую-то подложку. Понятно, что цветные оттенки, тени яркие, которые, они на консиллере, они не раскроются вот эти. Ну, нет. Ну, нет. Учитывайте. Это, честно, у меня нет фаворита. То есть, я где-то тут что-то взяла бы, там что-то взяла. То есть, к палеткам я осталась равнодушна, честно сказать, что да, можно с ними что-то сделать. Но не прям, что вот я такая, вау, вау. Самые коллекции, я повторюсь, вот прям вот остались в моей душе, в памяти. Это коллекция Caram Baby, хэллоуинская. Там тени, ну да, тени были вообще вау. Да и сама коллекция порадовала, маты, помады там были. И коллекция Best Friends Forever. Да, все ее помнят. Карандаши для губ там, потом конфетка. Вернемся к палеткам. Если берем мы Summer Time, то в растушевку, ну, чтобы сделать форму. Тут, конечно, вот либо розовая, либо коралл, красная, ну, что это такое. В каждой палетке нет каких-то вспомогательных оттенков, чтобы задать форму. Имейте в виду. Но можно взять скульптор, либо бронзер, чтобы задать форму. Исходя из того, какой макияж вы хотите. Что-то такое матовое, нейтральное, возможно. Возможно, это мономакияж. А почему бы нет, да? Взять какой-то оттенок, нести на веко и все. И вуаля. А, давайте к образу моему. Я что-то сейчас смотрю, а что бы нет. Тут у меня персики на солнышке, на желтом фоне. Также оникс зеленый. В общем, сейчас все это посочетаем. А что такое пип и поп возьмем? Я возьму палетку пип и поп и начну с оранжевого оттенка. Им я немножко задам форму. А, нет, консилер. То есть, все делаем на консилере. Смотрим, как раскрываются тени. То есть, на подложке, либо на какой-то базе, конечно, будет эффект лучше. Я стараюсь показывать вам легкие комбинации. Ну, как вы видите, тут нужно наслаивать. Чтобы цвет появился. И сейчас я беру зеленый, травянистый такой вот оттенок. И сразу пальцем не буду мудрить. Кистью это дольше. И на все подвижное веко. А, я прям сегодня такой цветочек зелененький. Или персик. Точно, я персик. По нижнему веку я также продублирую оранжевый. Во внутренний уголок я выбахну сияшку. Либо из палетки Very Berry. Это вот такой вот, смотрите. Он прям такой теплый, смотрите. Как персиковый хайлайтер, можно так сказать. Вот сюда бы тоже хорошо было. Либо вот эту сияшку. Плоской кисточкой. Так как тут хлопья, я прям вот так вот. И набивающими движениями. Добавить стрелы, ресницы и во. Но, конечно же, поговорим о кремовых тенях. Я взяла лимончик и лаванду. Можно посвочить в магазине. Я могу сказать, что это... Так, сейчас скажу. То есть, скорее всего, цвет там не особо усилится. Вы знаете, бывает, там нужно прям цветную подложку. Нет. Это, скорее всего, как просто дополнительная база. И это тушуется в ноль. Ну, не то, что... Ладно, не в ноль. Но что-то остается, как база. То есть, знаете, вот телесная база бывает. А это вот слегка с цветом. То есть, вот-вот растушевали. Ну, вы видели в макияже это все в растушевке. То есть, это прям вообще вот так вот. Плюсы выделю в том, что продукт легкий. Легкие нанесения в распределении вообще не капризны. Но то, что вы хотите от него, вот что можно ожидать. Века не голая. Есть цвет, на который можно, в принципе, что-то уже понаслаивать. Но буду ли я дальше эти тени использовать, честно? Ну, нет. Не цепанула. Но кому нравится такая формула, пожалуйста. Что по цене? Кремовые тени. 299 рублей. 300 рублей. Собственно, почему бы и нет? Если вы хотите просто какой-то легкий акцент, то да. То есть, не вырви макияж какой-то прям сочный, яркий. То есть, кто хочет яркости? Нет. Это не про это. Это что-то лайтовое. Я хотела стрелы нарисовать. И бьюти-бомб выпустили очередную подводку со штампиком. Но... Что-то раньше у них сердечки были, а сейчас... Цветок. Я вам покажу. Ну, прям милота. Милотейшество. Почти в каждой коллекции есть вот такая подводка со штампиком. Это как бы не новшество. И я думала, хотя бы будет кисточка. Но нет, фетр. Ну, ладно. Ну, как бы да. Подводка рисуют. Вот, пожалуйста. Но когда вы пытаетесь нарисовать что-то на веке, и когда века не голая, и есть какой-то макияжик, то как-то не едет вообще. То есть, сухая подводка. Нужно потыкать и дальше рисовать. Но тоже как-то вот суховато едет. Давайте сейчас... А вот сейчас, наверное, поедет. Вы знаешь, как... Вот знаешь. А можно и на тык, да. Вы знаете, когда... Я просто обобщена, что у вас много, и я ко всем обращаюсь. Сейчас вот сказала, не едет и поедет. То есть, надо посильнее нажимать. Но подводка не мокрая. Вдруг для кого это важно, что там в подводке течет. Нет, эта подводка не такая. Ну, и тоже вот... Надо прям постараться, чтобы... Ну, нужно постараться, чтобы стрелка была черная. Стрелу нарисовать можно, но я не кайфнула от процесса. То есть, это еще так сухо едет, если нужно где-то подрисовать. Там где-то... Я сейчас попробовала подводку из коллекции хэллоуинской Карамбэйби, и она намного лучше. Но мое почтение, подводка стойкая. По поводу, кстати, еще палеток. Вот из постоянной коллекции можно выбрать получше. Помнил. По моему мнению, посмотрим, что будет в новой осенней коллекции. О, давайте я знаю. Знаете, что сделаю точно? Это как это называется? Такой кукольный эффект. Также я покрасила пробелы ресничного края вверху и прокрашиваю ресницы. Внутри я хотела нарисовать черной подводкой клювик, но вот эта подводка не едет по теням, вообще нет. Сухая. Возьму другую, все-таки дорисую. Я сейчас смотрю, и это смотрит на меня. Я же еще не воспользовалась ни разу. Это глиттер. Ой, там много вышло всякого глиттера. Но если вот, смотрите, вам надо, есть отдельно, не в палетках. Там был цыпленок, лягушка, я выбрала коровку. Переливается, конечно, знатненько, но... Я такой продукт вот покупаю, и потом такая, блин, я не использую тебя. Ну что купила? Красиво, да. То не балуются, тот не балуются. Я решила выложить по нижнему веку, и это сейчас там сверкает, как бриллианты. Но аккуратно выкладываем, чтобы в глаза ничего не попало. Потому что глиттер как бы крупненький. Ой, как красиво. Только для таких, наверное, случаев я иногда беру такие продукты, чтобы было в коллекции. Если что, пригодится. Все в хозяйстве пригодится. Что по губам? Помад нам никаких не дали, но дали много всяких блесков, масел, как обычно. Пламперы и все в этом духе. Я взяла три продукта для губ, потому что куда их солить, что ли, уже нет, спасибо. Вот такая финтифлюшка. А, да, это тинт. Радужный блеск. Вы про него просто снесли все комментарии. Марина, ты пропустила. Он там где-то завалялся. Упал. Ты пропустила радужный блеск. Я такая, окей, я схожу, я схожу. Я докупила, да, отдельно радужный блеск, чтобы понять, что я такое пропустила. Ничего хорошего. В общем, это, знаете, это хочется смыть с губ. Это такой блеск, который, ну, немножко противненький для меня, именно по ощущениям. Бальзам для меня вот этот мимо. Но радужный бальзам нет. Мне не понравился. Опять же, на вкус и цвет стифломастеры разные. О вкусах не спорят. Но, что мне понравилось? Масло. Это же вроде масло. По ощущениям. Блеск читаю. Вкусы разные. Я взяла апельсинку. Но, по мне, это что-то такое. Масло, бальзам. Ладно, окей. И это куда поприятнее. Ну, по запаху так все. Отдушечки, все дела. Вот это еще нормально. По поводу тинта. Кто пользуется, то да. Знаете, как было классно? Я сделала такие бежевые губы. И в центр там вот так вот. А что сейчас? Я хочу, знаете, что сделать? Просто контур немножко так. Оформить губы. И вот этим блеском все сделать. Залить. Можно взять карандаш для бровей. Например, я возьму. Вон тут у меня просто в карандашах для губ. Люкс визаж. Рисуем форму. Чтобы губы сделать секси-шмекси. Просто залить блеском без формы. Ну, нет. Ну, мои губы не такие прям. Чтобы залить. Я их немножко очертила. Кстати, тут немножко есть цвет. Чуть-чуть. Этот блеск поприятнее. А по стоимости? Глиттер 350 рублей. А блески? Ай, все равно. Вот в этот раз продукты для губы не такие. Как-то лезут в рот. Ну, как-то... О, 499 рублей. 500 рублей за блеск? Что мы там говорили за 500 рублей? Типа думали дорого-недорого. Ну, по ощущениям, как вот бюджетные. Вот, знаете, самые такие бюджетные блески. Такие. Тинт для губ. 379 рублей. Вот этот блеск, я не помню, за сколько я его покупала. Чек я не сохранила, потому что я пришла за ним отдельно. Мне кажется, 300-400, где-то так. Ну, что ж, у нас образ готов. Уже все полноценно. Фея персиков. Все. Образ готов. Я сейчас фоткалась на телефон и понимала, как все совпало. То есть, макияж, он вроде бы простой. Вы знаете, тут два сочетания теней. Стрелы, немножко вот, да, глиттер. Ну, какие стрелы? Ой, какие стрелы. Я просто тут еще реснички дорисовала. Хамфетка. Мне так нравится. И мне нравится сочетание. Платье. Это у меня да, если что. Платье, серьги, украшения. Вообще, муа. Как говорится, мы лепили из того, что было. По итогу, что мне понравилось из этой коллекции? Продукты для бровей. Хайлайтер персик. А что, все? А походу, как бы, да. То, что я беру из этой коллекции, это вот это. Вот это меня привлекло. А остальное на вкус и цвет. Конечно, можно работать. Можно. То есть, вот, вот, пожалуйста, мы же накрасились как-то. Тут по оформлению экономят. Ну, чтобы содержимое было рабочим. В принципе, оно рабочее. Просто тут вкусовщина. Все. До свидания. Ждем новую коллекцию. Все. Как говорится, не каждую коллекцию прям вау-бабах. Я говорю, последняя коллекция Карамбэйби. Вот она у меня осталась в памяти. Что, вау, да. Естественно, интересно узнать ваше мнение по поводу этой коллекции. И ожидаемой коллекции, которая будет очень уже скоро. В конце августа. Но, думаю, все-таки. Окей, блин. Каждый город всегда по-разному привозят. Поэтому ждем. Точно. У меня, чтобы были еще другие продукты купленные. Пардонте. Там же были еще аксессуары. Ну, это, знаете, вот, тема такая, что... Дополним какими-то штучками, ручками. Поэтому повязка. Очередная повязка. Юти Бомб это любят. Нормальная повязка. Ну, что тут сказать. Повязка как повязка. В хозяйстве пригодится. 350 рублей. Нормально. Не близко за 500. 350. И тем более, больше пользы. Матирующие салфетки. 139 рублей. Цена как бы вообще нормально. Не обидела. Но сами салфетки... Что-то как-то вообще никак. То есть, у меня были салфетки. И нормально так матировали. Корейские, если я не ошибаюсь. Я ранее когда-то пробовала. И, кстати, я где-то там моментами прикладывала. Они у меня сняли тон. Я так удивилась. Думаю, нифига себе. То есть, какой-то был бюджетный тон. На меня не помню. Такая история. Вот если взять какую-нибудь салфетку. Также вот приложить. То же самое. То есть, я матовости не заметила никакой. Колечки. Ну, колечки это такая история. Да, это летнее. Это прикольно. Косички, хвосты. Да, вполне. И цена. Конечно, скажете, на Алиэкспресс. Дешевле это все можно купить. Но, вот, к примеру, нужно здесь и сейчас. То цена. 369 рублей. Продукты, к которым еще у меня руки не дошли. Это переводные тату. Тату. Коты. Чо? Алло. Это переводные тату. Ну, просто это какая-то для меня совсем детская тематика. И какой-то макияж. Я пыталась, думала, куда же приписюнить это все. Я не придумала, куда. 149 рублей. И еще в коллекции были вот такие патчи для мозолей с рисунками. Давайте вскроем хотя бы. Я еще тоже не использовала, но купила с учетом того, что в хозяйстве пригодится. О, как мило. Цыпленки. Вот такая тоже аппликация. И с другой стороны. 299 рублей. Я сейчас еще по чеку кое-что увидела. И, видимо, я такая... Не. Я его сразу проигнорировала. Это спрей. Фиксирующий спрей. Ой, ребята. Тут сейчас пойдет такая свежая струя. Не, как видно будет. Это очень сильно при... Все заплевано. Ну, в общем, поверьте на слово, сильно плюется. И там, мне кажется, макияж просто убежит, скажем, пока. Если, к примеру, хотите какое-то легкое сияние, и у вас макияж такой... Бибишка какая-нибудь. Легкий очень макияж лица, то да. Но если у вас там прям макияж-макияжище, ну нет. Это все будет каплями на лице, и... Ну, блин, ребята, сделайте пыш-пыш вот поменьше вот эту вот штучку. Распыление, чтобы было как облачком. Вот у Дальбы как раз распыление облачком идет, что комфортно. Здесь вообще... Пш-пш-пш. По поводу сияния на лице я особо не заметила. Ну, как-то все слишком мокро. Надо ждать, когда-то все высохнет. На руке я пробовала распылить. Да, есть микро-микро блестки, потому что, ну да, видно вот, красиво сияет. Это фиксирующий спрей, тут написано 350 рублей. Понятно, бренд Beauty Bomb это не какая-то там проф-косметика, что там каждый продукт просто должен работать на всех одинаково. Нет. Конечно, тут дело вкуса. Это вот фотофраза сегодня прям лозунг. Дело вкуса. Вкусовщина. Эти продукты по возможности работают. Но я выделила лишь небольшое количество, которые вот прям, да, мне пришлись по душе. И по итогу плавно мы завершаем это видео, закругляемся. И хочется сказать огромное спасибо, кто дождался это видео. Кто обменялся уже лучами добра в комментариях. И просто кто это время провел со мной в кайф, с наслаждением, с кофейком, чайком. Не хочу с вами прощаться надолго. Всех люблю, ценю и уважаю. До скорой встречи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok